Всем привет, друзья! С вами снова Владимир Чайкин. Таня, как обычно, снимает меня на камеру, мы, как обычно, в лесу. И сегодня хотелось бы поговорить о том, как наилучшим образом одеться в поход. Основной принцип одежды для похода – это многослойность. То есть не стоит подбирать одну какую-то глобально легкую или глобально теплую вещь, а лучше подобрать несколько слоев, чтобы получить универсальную одежду. По моему мнению, из материалов лучше всего подходит синтетика. Она хорошо отводит влагу от тела, быстро сохнет и довольно износостойкая. Хотя и натуральные материалы не стоит совсем откидывать, есть довольно неплохие варианты. Но все же новые технологии движутся вперед, и материалы для походной одежды с каждым годом все совершенствуются. Но давайте вернемся к принципу многослойности походной одежды и остановимся на трех основных слоях. Обычно первым слоем туристической одежды является термобелье. Это та одежда, которая надевается непосредственно на тело и ближе всего к нему находится. Обычно термобелье должно плотно облегать тело и быть такое в обтяжечку. У меня немного немой размерчик, нужно было брать на размер поменьше. Но в принципе учитывайте, что оно должно быть вот прям облегающее и прилипать прям к коже. Основная функция термобелья это отвод влаги от вашего тела. То есть когда вы идете по маршруту, где-то потеете, влага от вашего пота беспрепятственно проходит через этот слой одежды. Термобелье бывает самых различных видов. Об этом мы уже снимали довольно длинный отдельный ролик. Я оставлю ссылочку в описании. Если вам интересна именно тема термобелья, то перейдите в описание и там будет более подробная информация. Кратко расскажу. Термобелье бывает зимнее, летнее, легкое, теплое. Из синтетической ткани, которая более износостойкая и более влагопроводящая. И из шерсти, которая более теплая, но чуть дольше сохнет. Непосредственно выбор подходящего термобелья происходит, ориентируясь на сложность похода, на климатическую зону, куда вы идете, и на время года. Для несложных походов в качестве термобелья можно использовать различные спортивные футболки. Лучше всего синтетические, потому что хлопок чуть дольше сохнет и хлопковая одежда, она будет оставаться довольно долго влажной от вашего пота. Таня, например, в легких походах довольно часто ходит именно в спортивных майках. Используя их как термобелье. В общем, сейчас мы выходим в радиалку, нам предстоит дойти до озера Академического. Не знаю, как быстро это получится. Отец говорит, ага, уже не 6, уже 10 километров в одну сторону. И возьмите с собой фонарики. Следующий слой одежды для похода это утепляющий слой. Обычно это флис или полартек. Как следует из названия, задача этого слоя утеплять. И с этим отлично справляются современные материалы, такие как флис, полартек. Можно даже использовать, в принципе, софт-шелл. Но все-таки я лично придерживаюсь полартека. Некоторые флиски тоже бывают довольно неплохого качества. Их тоже можно использовать. Опять-таки, в зависимости от задач, сложности и климата вашего похода, можно подбирать необходимую толщину полартека. Он бывает сотый, двухсотый, трехсотый. То есть, от тонкого можно перемещаться к довольно теплой и толстой вещи. Еще один важный момент. Утепляющий слой не должен плотно прилегать к термобелью. То есть, если термобелье должно плотно прилегать к телу, между термобельем и утепляющим слоем должна быть небольшая воздушная прослойка. То есть, этот воздух вы нагреете и, собственно, за счет него и будете греться. Собственно, нет особого различия, на самом деле, между флисом и полартеком. Потому что полартек – это всего лишь бренд флисов. То есть, это качественный флис, в котором вы можете быть уверенным, что он будет хорошо проводить влагу, будет долго носиться и ничего с ним не произойдет. А флис – это все, что угодно. Любой китайский производитель может производить флисовые вещи. Но это не значит, что они плохие по качеству. Но, покупая вещи с полартека, вы точно знаете, что получите качественный материал. Также можно использовать полартек винстоп. Это такой полартек, который плохо продувается ветром. То есть, вы дополнительно получаете еще и ветрозащиту. И получается довольно мультифункциональная одежда, то есть если вы не хотите накидывать третий верхний слой, о котором мы поговорим чуть позже, вы можете надеть термобелье, утепляющий слой и таким образом перемещаться по маршруту даже поздней осенью, потому что флиз не будет продуваться и вам не будет от этого холодно. В зимних походах в холодные месяцы может добавляться еще один утепляющий слой в виде пухового жилета или вообще какой-то пуховой легкой куртки, то есть поверх еще вот этой вот флизки можно надеть еще что-нибудь пуховую вещь и утеплиться еще дополнительно. Почему же большинство туристов выбирают именно флисовые вещи, а не скажем шерстяные свитера, хотя есть и некоторые группы, которые ходят именно с шерстяными вещами, но я все-таки выбираю флиз, потому что он довольно износостойкий, он быстро сохнет, при намокании он продолжает греть, в отличие от шерстяных вещей и он пропускает влагу, выходящую от вашего тела через термобелье, наверное это его главное свойство. Самый кайф, когда выходишь утром из палатки и видишь вот такой вот вид, когда облака плывут внизу по ущелью и застревают где-то на хребтах, а сверху уже синее небо. Третий финальный слой одежды для похода это куртка. Лучше всего подходят куртки из мембранной ткани, она позволяет отводить влагу от вашего тела, проходящую через термобелье, через флиску и соответственно через куртку мембранную, она тоже выходит и беспрепятственно удаляется от вашего тела. В этом и есть вся суть одежды для похода и ее многослойности. То есть влага от вашего тела, ваш пот проходит беспрепятственно через все слои одежды и вы остаетесь более-менее сухими. Также основным назначением третьего слоя одежды является защита двух нижних слоев от намокания. То есть если пошел дождь, то этот слой должен защищать флис и термобелье. Что собственно и требовалось доказать. Облако застряло прямо на вершине, которая спускается в нашу долину и оно сползает прямо к озеру. А с другой стороны небо уже гораздо более светлое. Собственно скорее всего сейчас, когда мы спустимся, там дождя не будет. Но мы так надеемся во всяком случае. Кроме того, одна из основных задач третьего слоя одежды является не только защита от влаги, но и защита от ветра. Лучше всего подбирать третий слой одежды из ветронепродуваемых тканей. Большинство мембран являются именно такими. У нас есть довольно подробное видео о мембране. Также оставлю ссылочку в описании. Если вам интересна эта тема, перейдите, посмотрите. Кратко скажу, что лучше всего подбирать куртку с довольно большой паропроницаемостью. Этот показатель показывает то, насколько хорошо будет пропускать мембрана пот от вашего тела. Ну и конечно, чем больше водонепроницаемость вашей куртки, тем лучше. Водонепроницаемость измеряется в миллиметрах водного столба. В последнее время мембран появилось огромное количество, и там различные бренды производят довольно неплохие ткани. Но если вы не хотите разбираться и выбирать, то могу посоветовать, наверное, разве что Гортекс. Это проверенный бренд, который выпускает довольно неплохое качество. Таким образом мы получаем универсальную походную одежду. Летом или на маршруте можно ходить просто в термобелье. Если вечером становится холоднее, накинем на себя флиску. Если пошел дождь, накидываем на себя мембранную куртку. И комбинировать эти слои можно в зависимости от погоды, ваших предпочтений и комфортности. Это не значит, что в походы нельзя ходить в хлопчатобумажной майке, шерстяном свитере и в костюме горка. Конечно же можно. Но если вы хотите чувствовать себя действительно комфортно и получить универсальную одежду, то вот этот вариант с многослойностью мне кажется идеальным. На этом, наверное, все, что я хотел рассказать о одежде для похода я рассказал. С вами был Владимир Чайкин, Таня снимала меня на камеру. Подписывайтесь на наш канал, на нашу группу ВКонтакте, на наш Инстаграм. Везде, где только можно, подписывайтесь. Ставьте лайки и ходите в походы, друзья. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok